Роман, вы говорите об агитации, соответственно, можете дать советы, потому как это проводить именно для народа, скажем так, населения. И будет ли какая-либо поддержка, это не секрет, что эта агитация, она не выбрана в системе, и нас спокойно можно посудить, посадить. Ты хочешь, чтобы я тебе, ты мне в системе сказал, держай, мы прикроем, я тебе этого не скажу. Нет, это понятно. Понимаешь, агитации, каким образом проводить, это зависит от группы, на какое-то воздействие. Девушке ты объяснишь, что ей нужно быть женщиной, ей не одна агитация. Спортсменам в спортзале объясни тот, а тот, а тот, а другая. Либералу, или тот, который сейчас чиновник, ему вообще-то агитация по барабану. У него деньги в кассу, все в массу, все остальное в массу. Поэтому избирательная агитация. Я имею в виду, агитация, не нужно игнорировать стикеры. Многие думают, что это фигня, не фигня. Иногда, да, не всегда работают листовки, листовки, брошюры. Понятно, что если ты будешь писать всякую глупость, там, убей кого-то или еще, что, естественно, тебя посадят. Но не нужно этого писать, и не нужно этого делать. Чем кого-то убивать? Понимаешь, ну вот то, что я сейчас рассказал, я просто сделал это правду, рассказал. Но здесь нет никакой агитации, никакого призыва. Для того, чтобы делать правильно, общайтесь со своими командирами, которые непосредственно с нами связаны, с центром. Центр, это не значит, что же центр управления. И многие могут и в центре поменяться, и лидеры, и еще так непонятно, что будет. Поэтому в стране, то есть здесь нет такого, чтобы всех как-то подчинить и направить куда-то. Думай своей головой, думай сердцем. А если ты сначала думаешь, наперед заходит сначала неверие, знаешь, в дверь входишь, а там сначала эго, либо неверие, потом душок такой, очко играет, а потом ты думаешь, можно будет эрунтировать. Тогда ничего не будет. Я не конкретно тебе, я говорю о многих людях. У нас были такие группы, не будем их называть, но если они не будут в городах, они бывают, одну акцию сделают, бзлятся делать, по-другому называть. Ну тогда сидите в эгое, спрячьтесь вообще под шконку, вот как будет хран, а как по-другому. Если боитесь, сидите, сидите дома и все. Враги так будут. Это же не значит, что нужно выйти и написать там, кто-то там, мудак или кого-то убить, какого-то дворника. Не надо этого делать. Но если ты правду будешь говорить, что да, основа семьи рушится, да, там Дом-2 это позорная передача, да, там русские, да сейчас самый обделенный народ, самый угнетаемый. Это так и есть. Посадим, могут посадить, но в конце концов большевики тоже другие подходят, да, основа штурмовиков, там Муссолини, там тоже Нитр, Сталин, да любых возьмите политическую силу, там сидели половину, а как иначе? Надо им пострадать за это. Я не говорю, что нужно идти туда. Но без этого не будем. Мы хотим, сидя дома, блядь, сделать переворот. Такого не получится. Переворот сознания тем более. Поэтому включать голову, естественно, не нужно лезть куда-то и расклеить какие-нибудь глупые стикеры, которых нет на сайте, например. Именно поэтому мы решили на сайте те стикеры, которые не пишут, там, убей хача, там, или еще какую-то глупость. Это не решит проблем. Поэтому если мы с сайта с скачиваем стикеры, понятно, можно сидеть, но это не будет влиять. Субтитры делал DimaTorzok